Под цвет экологии. Около Дворца Искусств установлено две новые электрозарядные станции. Если бы я сейчас покупала машину, то я бы определенно выбрала электрокар. Где красуются зеленые заправки. Своевременная профилактика. У школьников стартовали осенние каникулы. Интересуетесь кругом общения детей. Как оградить ребят от опасности. Кладезь выгоды. По выходным в Бобруйске работает сельхозярмарка. Нравится много всего. Выбор огромный. Где расположился уличный магазин. А также совместные проекты и метеозависимые. Держитесь. На землю обрушится магнитная буря. Когда ждать всплеска? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Продуктивный понедельник. Александр Лукашенко начал неделю с вопросов белорусско-российской повестки. В первую очередь переговоры с первым заместителем председателя правительства России. В ходе встречи Александр Лукашенко выступил с предложением урегулировать некоторые проблемные моменты в сфере производства легковых автомобилей. Далее встреча с губернатором Соколинской области. Примерно 350 миллионов долларов. Меньше процента, но объемы колоссальные. В сути, 350 миллионов долларов на такое расстояние – это приличный объем. Конечно, с учетом наших возможностей это мало. И я думаю, что в результате вашей работы в Беларуси и переговоров, которые здесь стоятся, мы выйдем на более серьезное сотрудничество. Я могу просто назвать некоторые направления. Только что обсуждали проблему импортозамещения. Нам надо быть независимыми по всем направлениям. Нам надо сделать так, чтобы не к нам везли разного рода товары, а от нас увозили и приезжали сюда, в Россию, в Беларусь. Просили, чтобы мы им произвели те или иные товары. Мы очень многое сделали. Россия наши совместные проекты кредитует, помогает. Также Александр Лукашенко затронул тему экологичного транспорта. По словам президента, создание такого рода автомобилей – одна из возможных перспектив сотрудничества нашей страны с Сахалинской областью. Кроме того, Беларусь готова реализовать проект по строительству заводов по переработке рыбной продукции. Еще одна перспективная в плане совместной работы отрасль – сельское хозяйство и продовольствие. На контроле правоохранители напоминают родителям об особом внимании к детям во время школьных каникул. Наиболее распространенные правонарушения в период отдыха от учебы – кражи, незаконный оборот наркотиков, распитие спиртных напитков, нахождение на улице ночью без сопровождения. В это время необходимо еще раз напомнить о правилах безопасного поведения в быту на объектах железнодорожного транспорта, водоемах. Акцент на соблюдение ПДД, в том числе при использовании велосипедов и средств персональной мобильности. Не стоит забывать и о цифровой грамотности, ведь именно в интернете подростки находят предложения о подработке, а в итоге вовлекаются в нарко- и киберпреступления, мошенничество. В унисон тренду. Вместе со спросом на электромобили растет и количество зарядных станций. Новые зеленые заправки уже вовсю работают на парковке у Дворца искусств. Вблизи улицы 50 лет в ЛКСМ. Две электрозарядные станции рассчитаны на четыре машиноместа. А это значит, что подзаряжаться одновременно могут четыре экотранспорта. К слову, в масштабах страны количество таких заправок уже превысило 900. Это весомый вклад в экологию Беларуси, поскольку сейчас, в принципе, мировая тенденция направлена на то, чтобы сократить использование двигателей внутреннего сгорания и переход на более чистые альтернативные источники энергии. Ну, я рада то, что, в принципе, появляется такое, потому что выхлопные газы – это не очень хорошо, да и, в принципе, людям, которые чувствительны к дыханию, это и природа страдает. Поэтому, в принципе, очень хорошо, что больше появляется таких машин. Электрокары достаточно популярны стали в Бабрюске за последние годы, там, полгода. Хочется, конечно же, электрокары, потому что там, во-первых, новые технологии, там, искусственный интеллект, все такое, вот. А во-вторых, это более экологично. Экология, в принципе, очень важна в нашем мире, и такой транспорт помогает как-то, ну, улучшить еще раз-таки нашу экологию. Если бы я сейчас покупала машину, то я бы определенно выбрала электрокар. Наша страна в топе по распространению электротранспорта в СНГ. На дорогах Беларуси колесит уже порядка 15 тысяч электромобилей. Растет и количество электробусов в автопарках общественного транспорта. Шоппинг с выгодой. Выходные осенью – традиционная пора сельхоз-ярмарок. Покупателей прельщает и выращенные своими руками продукция, и некусачие цены. Ассортимент пришелся по душе Елизавете Липеевой. Яблоку негде упасть. По выходным на Максима Горького вдоль 41-го дома не протолкнутся. Любители качественной продукции по вкусным ценам выстраиваются в очередь, чтобы пополнить запасы на зиму. Традиционно на пике спроса борщевой набор. Картофель, капуста, морковь – всего по 80 копеек за кило. Берут всего понемножку. Кому что нужно. Кому-то картошки больше, кому-то морковки, кому-то вот посетки, того всего. Весь борщевой набор в ассортименте. Свекла у нас есть, морковка, лучок, яблоко очень хорошее у нас, белорусское позднее. Под открытым небом с комфортом располагаются и сельхозорганизации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Своего покупателя здесь находит каждый. В обручании не понаслышке знают осенний кермаш, кладезь выгоды и качества. Ажиотаж очень и очень велик, даже не ожидали. Приобретаются все крупенные, мукомольная продукция. На сегодняшний день цены ярмарочные, самые дешевые, по-бобруйским. Поэтому приходите. В широком ассортименте представлены яблони, груши, вишни, черешни. Также на витрине лежат образцы яблок и груш, которые мы продаем и даем попробовать. Приходите за покупками, ждем вас. Кто во что гораст, предприимчивые продавцы ретива идут на вкусовые эксперименты, чтобы угодить даже избалованному гурману. С пустыми руками уйти не получится. Желающих подсластить жизнь приятно удивят цену на продукты пчеловодства. Мед от 9 рублей, эксклюзивный крем-мед от 10. Мне, пожалуйста, всего понемногу. Из эксклюзивного цукаты из тыквы мускатной в меду с вялеными мандаринами. Крем-мед – это взбитый мед. Сохраняет все свойства меда, но вкус меняется на сливочно-молочный. Также крем-мед с пыльцой. Перцы острые в медовой заливке без варки. Это для любителей острого. Ну и осталось чуть-чуть еще собираем иван-чай. Это уже на этот год вот такой вот ферментированный с медом. В изобилии не только сезонные овощи да фрукты. Под открытым небом настоящий рай для желающих самостоятельно вырастить лакомые плоды. Радует глаз и ассортимент декоративных растений. Нравится много всего. Выбор огромный. Замечательно. Картошку, морковку на зиму. Всего. Клюквы вот взяли. Как мы пенсионеры, так мы к ярмарке уже готовимся. Очень часто ходим. Очень часто. Как только ярмарка есть, походить. Можно с кем-то договориться. Кто-то уступает. Хороший ассортимент. Много чего можно выбрать, да? Вообще за зеленью больше пришли. Находит здесь место и волонтерское движение. У активистов БРСМ свой маршрут. Ходим на ярмарку каждые выходные, чтобы помочь пенсионерам, пожилым людям донести их продукцию до их дома. Для нас это в радость. Нам не тяжело. Мы всегда рады помочь людям. Глаза разбегаются, руки берут. Красуется здесь и рыбная, и мясная продукция. Рядом свежая выпечка бобруйского производства. Айда за покупками. Собрать свою корзину любимых лакомств можно будет и на предстоящих выходных. Место встречи Максима Горького вдоль 41-го дома. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Ветра, холода, одинокие дома. Теплая погода покидать Беларусь не желает. Однако солнце уже не так активно радует жителей. Термометр стабильно показывает заветные плюс 13. С метеорологами пообщалась Юлия Вернер. Во вторник, 29 октября, в Беларуси преимущественно без осадков. Однако по утрам и днем в отдельных регионах пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный порывами до 8 метров в секунду. Местами слабый туман. Температура будет колебаться в районе плюс 13 и 14 градусов. На Руси 29 октября было принято выносить всю зимнюю одежду на улицу. Люди верили, если на вещи попадет луч солнца, то они согреют даже в самые суровые морозы. Филиппины под куполом мощной стихии. Ураган Кристина унес жизни без малого 150 человек. Более трех миллионов жителей пострадали. Сильный проливной дождь вызвал масштабные наводнения и оползни. При этом максимальная скорость ветра 95 километров в час. Десятки тысяч эвакуированных разместили в специальных центрах. Метеозависимым приготовится магнитная буря в ноябре прогнозируется одни из самых мощных за весь 2024-й. Вспышки на Солнце могут быть такими сильными, что в состоянии вывести из строя работу сетей связи или космические аппараты. Первое ожидается уже в начале месяца, а также 3, 9, 17 и 20 числа. В эти дни у некоторых людей есть риск столкнуться с бессонницей и снижением концентрации внимания. В Бобруйске 29 октября столбик термометра медленно, но верно потянется вниз. Метеорологи призывают одеваться теплее и не забывать класть в рюкзак зонт. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Мы продолжаем исследовать дома нашего города. Сразу после новостей смотрите новый выпуск историко-культурного проекта «Старый город». Место встречи – улица Социалистическая, дом номер 85. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!